Для тех из вас, кто не верил, что Смит покинул группу Ньютон по состоянию здоровья, вот вам слова самого рэпера. Из-за меня концерты срывались, понимаете? Он в минус уходил, у него такие проблемы начали появляться, косики, так скажем, да? А я этого тоже сам не хотел. Я буду мешать тупо. Такая тема идёт. У них сейчас сбор, всё идёт, всё у них хорошо. На доброй ноте я ушёл из группы. Что касается его диагноза? О здоровье я ничего не могу сказать, потому что это моё личное, и я не хочу никого заставлять переживать за меня. У меня такое ощущение, как будто все фанаты начнут собирать деньги, чтобы меня лечить. Я этого не хочу. Однако, сдаётся нам, что у Смита действительно что-то серьёзное. Буду жить дальше, возможно, я не знаю. Умереть тоже особо неохота, но придётся сдохнуть. Впрочем, дальше он планирует двигаться уже по другому пути и в другом жанре. Примеры для подражания у него уже есть. Сейчас вышли такие артисты крутые, как Бонапарт, Интроверт, Зе Лимба, Абдур. Их много, понимаете. Они сейчас поднимают казахстанское шоу-биз выше и выше. Что касается жанра кью-поп, то с ним Смит окончательно завязал, а свои модные пристрастия списывает на совсем другие музыкальные течения. Я красил волосы до Ньютона, понимаете. У меня серёжки были до Ньютона. Просто я больше ближе к западу. Оттуда меня всё это вдохновляло. Я это просто для прикола делал. Кстати говоря, высказался он и по поводу других представителей кью-поп течения. В частности, о группе Мэдмен. В смысле мне поддерживать кью-поп, если там нет того, что они на самом деле дают. Типа, ты представил себя как музыканта, как певец. Они же не представили себя как танцора. Если бы они представили себя как танцора, я бы промолчал. Вокальные данные своих коллег по сцене, но не по жанру, Смита, как вы уже поняли, не особо впечатляют. Вокалы там есть один чувак, Рахат его зовут. Как братишка я его уезжаю. Он действительно делает. Но он слабый, это факт тоже. А остальные, я не думаю, что они хорошо поют. Впрочем, это объясняет Смит сугубо его личное мнение. Факт остаётся фактом. Не надо на меня обижаться и не надо скрывать правду. Я не говорю, что я крутой. Не говорю, что он крутой. Просто моё мнение насчёт него. Ни вот этих Мэдменов. Кстати говоря, не успел Нургиса покинуть группу, как сразу же выпустил сольный трек. А после и ещё один на песню Дэд. И вот тут уже можете удивляться. Он успел сделать ещё много всего для своей сольной карьеры. Я снял уже клип. Идёт монтаж. Уже монтаж готов. Будет презентация, фан-митинг в кинотеатре «Сарарка». 10 марта в 2 часа начнётся. Вот на этом самом фан-митинге, кстати, вы и сможете задать ему все интересующие вас вопросы. Причём там же у вас будет возможность увидеть дебютный сольный клип Смита. Так что не пропустите. Продолжение следует...